Обязанности не выполняют, с незаконной рекламой не борются. Красноярская прокуратура недовольна работой Управления архитектуры города. По данным ведомства, чиновники неэффективно расходовали средства. Так, в прошлом году администрация выделила на демонтаж баннеров, штендеров и растяжек 3 миллиона рублей. Но вот освоить удалось чуть больше миллиона. По официальной статистике, в городе около 2,5 тысяч незаконных рекламных конструкций. За прошлый год убрали всего 900, а с начала этого года в список добавились больше сотни новых. Управление архитектуры своей вины в этом не видит. Чиновники уверяют, все делали по регламенту и контрактов изначально заключили на все 3 миллиона. Просто подрядчики попались недобросовестные. Было ненадлежащее исполнение подрядчиками контрактных обязательств. На основании этого Управление архитектуры было вынуждено в стороннем порядке расторгнуть ряд договоров на демонтаж рекламных конструкций. В дальнейшем демонтаж более 1300 незаконных рекламных конструкций разного типа вида будет осуществлен в рамках как действующих контрактов, так и вновь заключаемых в течение 2019 года. Теперь принять меры после обращения прокуратуры должен глава города. Напомним, специалисты не первый раз критикуют работу городских рекламщиков. В этом году в администрации уволили замруководителя Управления архитектуры Эдуарда Векисера, который как раз курировал эту сферу. По информации депутатов, именно по инициативе Векисера отменили аукционы на продажу рекламных мест, из-за чего бюджет города недополучил 170 миллионов рублей.